Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, в центре внимания трейдеров на этой неделе два важных события. Это публикация макроэкономических данных по состоянию американского рынка труда, нон-фарм-перлс, поскольку первая неделя месяца и традиционный для этого периода времени релиз, характеризующий общее состояние американской экономики. Я думаю, что если задастся вопросом, какой из макроэкономических отчетов является лучшим подтверждением, доказательством положения дел американской экономики, многие поспорят, являются ли это ВВП, либо все-таки нон-фарм-перлс. Я склоняюсь к тому, что рынок труда для развитого рынка, особенно такого, как американская экономика, все-таки имеет большее значение, потому что в целом может пролить свет на активность потребителей, а вот на основании активности потребителей мы и так можем сделать выводы о том, какие могут быть показатели ВВП. Что касается заседания ОПЕК, друзья, сейчас после того, как тема советского канала уже отгремела, и, как вы знаете, надеюсь, следя за новостными сводками, знайте то, что фактически транзит восстановлен. Да, есть еще определенные проблемы с движением судов, но это временное явление, потому что колоссальная пробка, можно так выразиться, почти 400 кораблей, в том числе огромное количество нефтяных танкеров. Из-за того, что канал был заблокирован, также оказались заблокированы поставки почти на 20 миллионов баррелей. Это беспрецедентное событие, друзья. И ранее, когда мы с вами только лишь стали обсуждать инцидент в советском канале, признали то, что это самый настоящий глобальный срыв поставок углеводородов. На прошлой неделе мы помним то, что это событие оказало поддержку котировкам нефти. Сейчас бренд котируется на отметке 63,42. И какое-то время эта история еще, безусловно, будет резонировать. Но с другой точки зрения, у нас есть новый фундаментальный фон, новое событие. Это заседание ОПЕК, на котором из-за того, что мировую экономику, ну или по крайней мере, признают официально. Европейский союз накрыла третья волна ковида. Я уверен, что участники энергетического пакта миллион раз подумают сейчас, чтобы в текущих условиях нагружать мировую экономику дополнительными поставками. Поэтому я практически не сомневаюсь в том, что страны ОПЕК примут решение не менять квоты, действующие на данном этапе по сокращению нефтепроизводства, не поднимут уровень добычи. И при таком сценарии нас ждет продолжение бычьего ралли углеводородов. Мы его видели буквально еще две недели назад, когда цены на нефть, в частности по бренду, котировались в районе 70 долларов за баррель. Я по нефтяному рынку оптимист. Вы знаете, что с некоторых пор активный участник трейдинга, потому что купил с отметки 63,50. Ориентируюсь на 70, как ранее отмечал. Хотя общаясь с коллегами, опять же, есть те позиции, мнения, которые мне импонируют, симпатичны, потому что могут позволить получить больше прибыли, поскольку мои коллеги ориентируются на то, что нефть легко может добраться до 75 и выше. Я так далеко пока не смотрю. Нужно все-таки понять, насколько будет серьезной угроза от третьей волны ковида, насколько будут по-прежнему эффективными кампании по вакцинации и как человечество продолжит в целом бороться с ковидной темой. Очень рассчитываю на то, что в этом году и как можно быстрее в ближайшие месяцы мы ее окончательно закроем и попробуем транслировать идею тотального мирового экономического оздоровления, что, разумеется, очень неплохо накладывается на идею моих долгосрочных ожиданий того, что рынок нефти все-таки восстановится. Индекс американского доллара 92,81. Пятничные данные по личным доходам и личным расходам разочаровали, как ожидалось, доходы снижения на 7,1%, расходы на 1%. Я, в принципе, на другие цифры и не ориентировался. Ранее, когда вышли первичные заявки на пособие по безработице, вот этот отчет был для меня удивительным, потому что фактически минимальный прирост за год. Но я здесь не очень-то полагаюсь на качество и прозрачности этих цифр. Лучше подождать последующие релизы, тем более, что данные по заявкам на пособие по безработице выходят каждую неделю. И на основании уже общей картины принять решение о том, действительно ли рынок труда восстанавливается. И плюс ко всему у нас впереди Non-Farm Perils, которые являются самым лучшим лакмусовым индикатором того, каким на самом деле является сейчас положение в американском рынке труда. Доллар демонстрирует вялую динамику. Это обычное поведение для индекса американской валюты, который не очень-то активно ходит. В этой сделке можно находиться долгий период времени, потому что, как вы знаете, это инструмент, который не обременяет трейдера своповой нагрузки, то есть свопами. Я долгосрочно остаюсь в коротких позициях. Ранее объяснял вам, что моя позиция основана на мягкой монетарной политике американского регулятора, на решении удерживать ставки низкими, проводить и дальше программу количественного смягчения, на растущих инфляционных рисках, которые точно будут достаточны, чтобы притопить позиции доллара на такой же долгосрочной дистанции. И я, а также, как, наверное, и большинство других трейдеров, которые сейчас сидят за фундаментальным фоном, склонен полагать то, что в самое ближайшее время американская экономика потребует еще больше денег на дополнительную поддержку и потребителей корпоративного сектора. На прошлой неделе мы неоднократно касались темы нового фонда фискальных стимулов на 3 триллиона долларов. Вполне возможно, что это реальная история, и мы к ней вернемся уже совсем скоро. Многие участники рынка сейчас полны оптимизма о том, что Байден, который зарядил, кстати, этим позитивом во время своей первой пресс-конференции на прошлой неделе, о том, что собирается провести 200 миллионов вакцин в рамках первых 100 дней. Это серьезнейший буст для восстановления американской экономики. Но вы знаете, я такой сценарий роста американской экономики сейчас предпочитаю отыгрывать через укрепление позиций ключевых фондовых индикаторов NASDAQ и S&P, которые сейчас растут. S&P вообще в одном маленьком шаге до исторического максимума. И продолжаю покупать фонду, ставя параллельно на то, что в таких условиях лучше работать с рисковыми инструментами, нежели чем с защитой. И тем более, что Goldman Sachs в принципе солидарный с такой точки зрения. Считаю, что сейчас самое время присматриваться к долгосрочным ставкам на восстановление рисковых инструментов. Золото 1728, друзья, без изменений. Золото нуждается в каком-то дополнительном триггере. Нужно, чтобы его сдвинули с текущих позиций, потому что мы больше двух недель топчемся вот на этой планке. Я ожидаю золота повыше, вы это знаете, в том числе из-за растущих инфляционных ожиданий. Ну и потом доходность американских облигаций все-таки снижается. Сегодня уже минус 0,5% за одну торговую сессию. Текущая доходность 1,65%. И при снижении доходности американских облигаций, разумеется, золото становится более интересным для институционалов и долгосрочно ориентированных трейдеров. Потому что теперь инвестирование в золото сопряжено с большей потенциальной выгодой. Евро против доллара. Короткая позиция. В приоритете 1,1782. Ближайшая цель 1,17. Здесь основная причина моего негативного отношения к главному валютному риску – это признанный факт третьей волны ковида. Признанный, кстати, на саммите ЕС практически все лидеры Европейского Союза признали, что в той или иной мере сталкиваются уже с влиянием ковида. Из-за этого новые ограничения, друзья, и, к сожалению, поговаривают, что те же самые ковидные барьеры, которые последовали в Германии, Франции и Италии, могут быть продлены до конца мая. СНП, как я уже отметил, 3941 пункт, цель 4000 пунктов. Насдак 12870, ориентируясь на 13500. Это, собственно, все основные события, на которые я хотел сейчас сделать акцент. Следим, друзья, за тем, что на рынках происходит. Буду держать вас в курсе и до скорых встреч. Всем пока.